Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, сегодня говорим о зелени и о том, можно ли её вырастить на подоконнике. Вы знаете, конечно, в наше время купить зелень – это не проблема. И летом, и зимой полны прилавки магазинов зелени. Но, согласитесь, не всегда то, что мы покупаем, полезно для нашего здоровья. Часто это продукция импортная, привозная и содержит много нитратов, то есть не есть полезно для нашего организма. Потом быстро очень теряет свои и витамины, и увядает очень быстро. А согласитесь, выращенные своими собственными руками всегда намного полезнее и приятно заниматься этим делом. И я хочу сказать, что, конечно, у кого есть дачные участки, они ожидают весну, когда грядки освободятся от снега. И скоро наши дачники поедут сеять, сажать, выращивать зелёную продукцию. Ну а как быть тем людям, у кого нет дачных участков, нет своих загородных домов, нет земли? Ну, у вас есть подоконники, у вас есть застеклённые лоджии, балконы. Почему нужно сидеть сложа руки, если можно вырастить зелёную продукцию у себя на подоконнике? Конечно, нужно выращивать на подоконнике культуры неприхотливые, которые быстро растут, которые даёт много зелени витаминной. Я не говорю о томатах, о перцах, о баклажанах, хотя есть умельцы, которые у себя в квартирах выращивают и огурцы портенокорпические на подоконниках, и томаты, и даже ягоды, грибы. Ну, тем, у кого нет, допустим, навыков, можно попробовать из того, что самые простые зеленые пряновкусовые овощи можно вырастить у себя на подоконнике. Наталья Викторовна, что для этого нужно? Конечно, нужно к этому подготовиться. В принципе, нужна тара. В чём вы будете сеять? Сеять можно всё, что у вас есть под рукой. Те же взять горшки цветочные или керамические, глиняные, или пластмассовые. Можно в один горшок посеять, допустим, одну культуру, во вторую, другую, третью, и вместо цветов у вас будет зелёный подоконник. Можно взять различные контейнеры. Пластмассовые, деревянные, ящички. Вот у меня пример того, в чём можно тоже вырастить овощи. Вот такой пластиковый контейнер, в нём прекрасно можно выращивать и сеять овощные культуры. Да, даже подойдёт вот та же крышка из-под торта. Если у вас нет ничего другого под рукой, можно это использовать. Вот такие контейнеры пластиковые, они хороши тем, что они с крышечкой. Ведь наши овощи будут расти, ну, максимум месяц. У них неглубокая корневая система, поэтому лучше брать тару более такую плоскую. Не глубокую, а плоскую. И обязательно посмотрите, какие у вас подоконники, какой ширины, чтобы вы могли вот эти свои контейнеры, ящички удобно расставить. Потому что купите контейнер с крышкой, который будет 80 сантиметров, не сможете его поставить, чтобы всё красиво смотрелось у вас на подоконнике. Но обязательно, какая бы ни была тара, обязательно в ней должны быть отверстия для слива воды, чтобы вода не застаивалась. Вот продумайте, в чём будете выращивать. Сделайте обязательно отверстие. Конечно, нужна почва. Почву проще всего купить в магазине. Готовые грунты, они, как правило, содержат и набор макроэлементов, микроэлементов. То есть уже готовы. Обязательно постелили на дно любой тары дренаж. Это может быть или песок речной, или нет у вас мелкой гальки или керамзита. Можете взять яичную скорлупу. То есть дренаж должен быть, тара. Ну, конечно, семена купили. И если, допустим, не покупаете землю в магазине, а вышли на улицу, накопали где-то земли садовой, можете её просто прокалить в духовке у себя. Напротив, постелили слоем 5-7 сантиметров. 10-15 минут прожарили её, перемешивая, и убьются семена сорняков и различных вредителей, болезней. Вот так можно прокалить вот эту почву. То есть нужно подготовить тару, землю, семена. Наталья Викторовна, как правильно провести посев? Ничего сложного в этом нет. Вы наполнили ёмкости свои землёй. Хорошенечко её пролили, чтобы она была влажная. Берёте семена, сеете или в бороздки, или россыпью в горшок, в контейнер, в ту тару, которую вы приготовили. Дальше накрываете или плёнкой, или крышкой, или стеклом. И ставите место тёплое и тёмное до появления всхода. Это лучше всего, конечно, у нас дома место под батареей. И стоят ваши плошки, горшки, контейнеры до того момента, пока не появятся всходы. Смотрите на них, опрыскиваете с пульверизатора, для того, чтобы всходы быстрее появились. А потом вытаскиваете на подоконник. Лучше всего, конечно, южная сторона, юго-восточная, юго-западная. Если у вас окна выходят на северную сторону, то вряд ли, конечно, что-то получится. Потому что зелень, она растёт на свету. На северных подоконниках вырастить ничего не получится. Конечно, для роста нужен свет. Нужно тепло. Не любит зелень сквозняки. Поэтому, если проветриваете помещение, возьмите аккуратно вот эти свои контейнеры, уберите в другое место, проветрите помещение. И полив. Естественно, полив регулярный. Но сначала, пока всходы маленькие, не поливайте излейки, чтобы их не забить глубоко в почву. Поливайте из пульверизатора. Регулярно опрыскивайте. И вот такие совсем несложные условия для выращивания зелёного своего подоконника. Наталья Викторовна, всё-таки какие культуры больше всего подойдут для выращивания зелени в домашних условиях? Конечно, набор. Я сейчас назову культуры, которые менее прихотливы. Вот я такой сделала набор культур. И сейчас вам покажу. Конечно, выбор за вами. Что вы будете выращивать, выбор за вами, естественно. Но почему не вырастите у себя дома салат? Посмотрите, какое разнообразие салатов листовых. Только покупайте семена не качанных салатов, а полу-качанных. Конечно, сразу скажу, что вырастить такой урожай зелени, как на грядках, дома не получится. Но микро-зелень, явно, получится вырастить в домашних условиях. Конечно, урожай будет меньше. Но для себя, для бутербродов, для того, чтобы порезать зелень в салат, сделать какую-то заправку для свежих овощей, вы всегда можете. Вот такие прекрасные салаты. Посмотрите, они бывают кудрявые, они с красным оттенком, они зеленые. Обязательно сейте салаты листовые. Есть базилик зеленый и фиолетовый. У них очень приятный аромат. Бывают гвоздичные, перечные, лимонные. Достаточно одного-двух листиков добавить в салат, и уже вкус салата меняется. Поэтому вырастить базилик очень легко у себя на подоконнике. Дальше кинза, или мы называем ее кориантр. Крупные семена растет очень быстро, легко появляются всходы. И вы порадуете себя вот такой ароматной пряной зеленью. Так что кинза тоже должна расти у вас на подоконнике. Но как же без укропа? Конечно, укроп это основная наша пряновкусовая культура. Но хочу сказать, укроп всходит медленно. Поэтому семена замочите на 2-3 дня в воде. Воду меняйте. Потому что вот эти пряновкусовые, они содержат очень много эфирных масел, которые мешают семенам быстро взойти. А нам-то что ждать? 20 дней, пока укроп зайдет? Конечно, нужно ускорить всходы. Поэтому перед посевом семена укропа обязательно нужно замачивать. Конечно, петрушка. Первая гостья у нас на столе. Но в петрушке тоже некоторые сложности при посеве. Нужно положить семена петрушки в марлевый или тканевый пакетик. И полчаса подержать под проточной водой. Вымыть вот эти эфирные масла. А потом на одни сутки замочить семена вот в этом марлевом мешочке. Положить в воду и пусть они день пролежат в воде. И только после этого сеять. Так вы очень быстро получите всходы и укропа, и петрушки. Есть такая пряно-вкусовая травка, как майоран. Она, конечно, очень оригинальная. У нее такой перечный вкус. Очень интересно. Растет быстро. Попробуйте. Можно посеять майоран. Очень скороспелая культура. Некоторые сеют шпинат. Очень полезная, богатая белками культура. У нее листья в салат используются. Поэтому шпинат я тоже рекомендую нашим любителям зеленых подоконников. Посеять обязательно шпинат. Некоторые сеют и щавель. Потому что срезка у нее появляется где-то на 30-й, 40-й день. И почему не сварить зеленые щи со щавеля? Он прекрасно будет расти у вас в горшке на подоконнике. Можно вырастить и капусту пекинскую. Она очень холодостойкая. И дает такие небольшие качанчики. Их тоже можно прекрасно употреблять в салаты и в пищу. Горчица салатная имеет такой приятный горчичный вкус. Быстро растет. Набирает быстро листовую массу. Так что, как видите, набор вариантов очень много. Из семян пряновкусовых трав, которые можно сеять на подоконнике. Наталья Викторовна, вы принесли в нашу студию лук сивок. Наверное, это все-таки не случайно. Его мы тоже можем посадить. Я считаю, что лук сивок – это первый претендент на выращивание в квартирах. Его можно выращивать практически круглый год. И зимой, и осенью. Сейчас в продаже лук сивок. Вот такой небольшой лучок, который диаметром где-то 2 см. Вы его замачиваете на сутки в воде обязательно. Он хорошо пропитывается влагой. Затем берете ножницы и срезаете вот так ему плечики. Для того, чтобы быстрее появлялись здесь ростки. Потом можно посадить в землю вот такой контейнер. Любой контейнер. Вы наполняете почвой, сажаете лук, углубляете донцы его. И в земле выгоняете лук. Но хочу сказать, как только у вас появляются первые перышки зеленые, вы их не срезаете. Дождитесь, когда несколько штук появится. Первое, второе, перышко мы не срезаем. Иначе мы резко останавливаем рост перьев. Можно выгонкой заниматься луком не только в земле. В воде, в обычную воду. Взяли контейнер, налили воду. Положили на него картонную такую дощечку. Кусок картона. Вырезали отверстие туда, положили, сунули подной луковичкой. И донца будет дотрагиваться до воды, давать хорошую корневую систему. И будет расти у вас перо. Лука всегда будет для салата. Поэтому вы можете всегда иметь свежую зелень лука. Некоторые делают так. Берут упаковку из-под яиц пластмассовую. И туда, в эти ячейки из-под яиц, наливают воду и ставят туда небольшие луковички. Лука. И получают хорошую, прекрасную выгодку. Можно посеять лук чернушку. Вот у меня семена лук-батон на зелень. Если у вас есть семена лука, а нет, допустим, севка, вы можете прекрасно посеять вот эту чернушку в землю. И у вас будет перо лука на зелень. Наталья Викторовна, перечисляя культуры, вы ничего не сказали о руколе. Сеем ли мы ее в домашних условиях? И чем хороша эта пряная трава? Специально руколу припасла напоследок, чтобы показать ее вам и немножко подробно на ней остановиться. Это руколу, еще ее называют индау. Это гости из Италии. Она к нам пришла сравнительно недавно, но завоевала очень широкую популярность. Но есть за что. Ее все, ну не все, но я призываю к тому, чтобы вы обязательно выращивали руколу у себя на подоконнике. Это ценнейший овощной продукт. Она содержит в своих листочках очень много и клетчатки, витаминов, углеводов. Содержит много минеральных солей. И железо, магний, медь, йод, цинк, калий, кальций. Но перечислять можно долго. То есть это зеленая аптека у вас на подоконнике. Она очень полезна. Полезна людям с ожирением, с болезнями желудка. Она уменьшает вот эти нервные стрессы, действует успокаивающую на нервную систему, повышает гемоглобин. То есть у нее такая большая палитра вот этих полезных качеств. И поэтому, конечно, она обязательно должна у вас расти на подоконнике. Ее нужно обязательно употреблять в пищу. И еще ученые в последнее время установили, что вещество, которое содержится в руколе, оно помогает людям бороться с раковыми клетками. Поэтому просто достоинств у нее масса – это не замечательная культура, которой просто трудно переоценить. И ее недооценить тоже сложно. И, конечно, многие спросят, а почему же она тогда редко растет у нас на участках? Да, основная причина в том, что она, как все капустные, когда посевы появляются, очень быстро повреждается, съедается, можно сказать, крестоцветной бложкой. Поэтому не у каждого дачника получается вырастить рукол у себя на участке. Эти посевы, когда с ходу появляются руколы, ну, не то что за считанные дни, буквально за считанные часы уничтожаются. Поэтому трудно бороться с крестоцветной бложкой, и не у всех получается вырастить на участке рукол. Поэтому сеете руколу у себя на подоконнике, в вазоны, в контейнеры. Посев очень легкий, всходит быстро. И когда вы посеете руколу, можно сеять или в разброс семена, или рядками на влажную почву посеяли. Сверху присыпали слоем почву, где-то один сантиметр, немножечко прижали землю, чтобы семена хорошо контактировали с почвой. То же самое накрыли ее или пластиковым контейнером, или стеклом, или пленкой до появления всходов. Появилась она, вытаскиваете ящик, ставите на окно и начинаете уже срезать ее. Но я хочу сказать, любая зелень, о которой мы говорили, будь то укроп, петрушка, когда они появляются, всходы, мы же сеем погуще с вами. Всходы появляются дружно, их много. Поэтому вы не дожидаетесь, когда у вас закустится, заколосится ваш вазон. Вы начинаете, когда зелень достигла 5-10 или 5-10 сантиметров высотой, вы начинаете уже ее употреблять в пищу. Некоторые самые росточки, вы срезаете ножницами. Не вырываете их, не выдергиваете тот же укроп, ту же петрушку. Прореживаете вот эти всходы. Мы срезали ножичком, положили на бутерброд, в салат, а те растения, которые остаются, им достается больше площадь питания, и они начинают формировать нормальную розетку листьев. Так же и с нашей руколой. Появились всходы где-то 10 сантиметров, начинайте выборочно уже ее вырезать, употреблять в пищу. Остальное будет расти, там уже будете нижние самые крупные листочки срезать. Так что, как видите, перечень культур, которым можно вырастить на подоконнике, большой. Попробуйте. Я думаю, что у вас непременно получится, и уже через месяц вы будете употреблять в пищу витаминную зеленую продукцию. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok